Доктор Фаркас родился без ног в 1870 году в Кингстоне в семье известного шведского архитектора Янсена. Лишённой способности передвигаться, Фаркас уничтожал архитектуру с помощью авиации. Подавляя комплексы, Фаркас решил связаться с манжурскими иезуитами, за стенках которых томились Дрейфус и Шпенглер. Злобное чудовище, поистине исчадие ада. Ещё в молодости он зверски замучил Сапко и Вансетти, изнасиловал мужа сестры, а из остатка в печени школьного учителя он сделал специальную колбаску, которая могла вызывать оргазм у неживой материи. После провала его чудовищного плана покорения Сибири Ермаком, он вынужден был скрыться в Манжурии на поезде. Продолжение следует...